Островок культуры Востока в Иванове. В четвертый раз летняя школа по изучению китайского языка Сяолонг подвела итоги своей работы. За 10 дней ребята познакомились с традиционной китайской живописью, каллиграфией, танцами и даже поставили спектакль на китайском языке. Они занимались сценическим мастерством и речью, то есть свободно владеют, скажем, китайским языком. Даже те маленькие ребята, которые только начали, они все равно участвовали в этом спектакле, полноценно, со своими репликами. Это обязательно живопись китайская, которую они познают теоретически и практически, и сегодня они выполнили работы на рисовой бумаге, что чрезвычайно сложно. Они маленькие художники, и они изучают чайную церемонию, владеют китайскими палочками, развивая свой мужичок, спортивные китайские игры изучают. То есть совершенно полноценное, гармоничное такое развитие в нашем центре. На свой выпускной ребята пригласили родителей, чтобы показать, чему они научились в ладере. Поставили небольшой спектакль с репликами на китайском языке. Сюжет сказки из детства знаком каждому. Чунгэн хау, тайян гау, пьяджен гау, хан лайн гау, лэй бухон, симпу тяу, ба тян шоу, хан боу хай сау, ме ме. В спектакле о том, как мальчик-пастушок пас овец, и ему стало очень скучно, и он решил пошутить над крестьянами. Он решил сказать, что пришел волк, но на самом деле он не пришел. И когда пришли крестьяне, чтобы ему помочь, то волка не обнаружили и подумали, что он им просто врет. И когда действительно пришел волк, то они уже не пришли к нему на помощь, и его спас охотник. Для родителей провели чайную церемонию в соответствии с древними китайскими обычаями. На память подарили рисунки, выполненные в восточном стиле. Изображение бамбука как символ стабильности и силы духа. Наверное, за 10 дней очень сложно. Ребята только погрузились в эту ауру китайской культуры. Но смотря спектакль и результаты их живописи, можно сказать, что серьезная работа проделана педагогами. И в творческом процессе всегда легче осваивать что-то новое. Поэтому ребята молодцы, молодцы педагоги. Большое спасибо всему дружному коллективу. Конечно, за две недели погрузиться с головой в культуру, которой несколько тысяч лет, невозможно. Ребятам, желающим продолжить изучение языка и лучше узнать традиции Поднебесной, предлагают обучение в Центре китайского языка ВГХТУ.